Для Нины Никоновой, господиня Аграсядзибы сгучной назвой Унинель, яе заняток не бизнес, а справа деля души. Лёзненшина, вёска Пушки, яе малая родима. И Нине Михайловне хочется поделиться гэтой чистой прихожусью природы, своими ведами про яе, почастовать национальными стравами уластного приготовления зуластивой беларусам гостинностью. За усёй немалой господаркой Нина Михайловна привыкла справляться сама. Не так просто это всё, как сказать, вести, работать, но, конечно, это доставляет иногда хорошее удовольствие, общение с людьми, интересно проводить многие мероприятия совместно с нашими местными РДК, нашими детьми. У доме, размещенном умаляуничым местом, про якое дарыча истинное падание, можно отпачить адмитусни, шалёного рытму життя, попараться у лазни, окунуться в свет прихожусь природы. Побыч лес, спевы птушек, грыбы, ягоды рака, можно плавать на лодце, купаться, рыбачить. Каб затяка від туристов, господары Аграсядзіб придумывают разностайные анимацийные программы. Наша господиня, биолог по адукации, зарабіла ставку на экологию и распрацывала уласный экологичный маршрут с рассказом про особливости мясовой флоры и фауны и уникальными казачными персонажами. Сказочный лес, он меняется, то есть участки есть хвойный лес, затем сосновый лес, смешанный лес проходишь. Есть очень большой у нас здесь дуб великан, возле которого эта стоянка дубок у нас, и там сказочная кошка ходит вокруг дуба, поет частушки. И кто не замужем или не женат, тот может себе создать пару в будущем. То есть это на самом деле так было. Починаючи с 2006 года у Нинель отпочили каля пау тысячи гостей. И белорусы, и суседи россияне, и замежные туристы. Приезжают ко мне студенты из Китая, из Туркмении. Приезжают постоянно уже несколько лет подряд туристы из Тулы на Славянский базар. Также байкеры из Москвы, вот уже недавно были здесь по весне, они путешествуют по Белоруссии, по памятных местах. Мирский замок, Несвиш, ну вот на Дополощину мечтают попасть сейчас в этот раз. И останавливаются уже, подъезжая границы у меня здесь. На сегодняшний день у Витебской области зарегистровано 515 агроэкосядип, которые пропонуют туристам великий спис послух. Чем хорош отдых в агроусадьбах, это каждый турист может удовлетворить свою потребность. Кто-то хочет приехать и отдохнуть в комфортабельных домиках, кто-то хочет окунуться в сельскую жизнь. То есть, в принципе, можно получить то, что хочет турист. Или познавательный, например, там пойти посмотреть редких птиц, редкие растения и все остальное. Кто-то хочет активно взять велосипед у субъекта агротуризма или байдарку и провести свой отдых активно. Летость агросядибы пауночного региона наведали 32 тысячи туристов. На керунок от Пачинку увезцы региональный турпродукт активно развивается и корыстается попытом. Юлия Устинова, Кирилл Кайсберг, Александр Прыстаука, Новины, Лезнинский район.